Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Давненько я не снимал роликов с природы. Вот вышел у себя во дворик, такой прекрасный вид, прекрасное зимнее солнышко. Да-да, у всех декабрьские деньки разные. С наступающим всех Новым Годом, позитива всем, праздника в душе и в жизни. О чем сегодняшний ролик? Сегодня я вам расскажу о девушке, которую я узнал совершенно случайно, увидев, как она отметила мой профиль Инстаграм у себя в Инстаграм. Я ее не знал, она не являлась моей ученицей и не является моей ученицей, но она изучала мои статьи и смотрела видеоролики. Все то, что советую делать и я вам. И она написала прекраснейший пост о том, как ей помогают мои тренировки. Меня самого это вдохновило. Я сам не ожидал, друзья, что я могу настолько качественно преподносить вам материал. Я, честно говоря, немножечко даже отрастил у себя корону после таких слов. Но спасибо, что есть хейтеры, которые опускают нас, блогеров, на землю. И троллям тоже спасибо. Вот, оказывается, мне жена сказала, для чего нужны хейтеры и тролли, чтобы ты не слишком звездился. И это правда. Спасибо вам, хейтеры и тролли. Девушку зовут Алина. Я обратился к ней, чтобы она смогла снять видеоролик и прислать его мне, для того, чтобы я выложил его для вас. Не столько для рекламы себя, потому что то, что я преподношу в своих материалах, в видеороликах и в статьях, не совсем является чисто моим изобретением. Я просто взял огромный, положительный, накопительный опыт грамотного, правильного тренинга, немножечко преобразовал его в процессе периодизации и циклирования относительно мышечных волокон, различного типа мышечных волокон. И делюсь им со своими учениками в закрытой группе платной и через персональные тренировки, вживую или онлайн. Онлайн, кстати, я тренирую больше всего. Алина откликнулась, сделала ролик, которым я с вами поделюсь. И не просто откликнулась, а она получит от меня подарок. Бесплатное вступление в мою закрытую группу тренировок, где, повторюсь, мы выкладываем на каждую новую неделю новые тренировки по принципу периодизации на различный тип мышечного волокна. Ее соцсети, инстаграм, ссылки на все эти соцсети я оставлю в описании к ролику. Заходите, смотрите, убеждайтесь, что все это не фикция, что все это не подстроено. И также вы увидите, что тренинг по периодизации действительно дает хорошие результаты. Неважно, парень ты или девушка, если ты достиг определенных силовых тестов, ты просто обязан тренироваться по принципу периодизации. Тренировать все типы мышечных волокон, даже если ты в это не веришь. Потому что у нас у всех существует центральная нервная система, эндокринная нервная система, сухожильно-связочный аппарат, мышцы, которые при однотипном тренинге очень сильно угнетаются, очень быстро привыкают к нагрузкам, к работе. И мы не получаем результат. Но что еще хуже, мы получаем отрицательный результат в ухудшении нашего здоровья, самочувствия, иммунитета. Поэтому мы начинаем сильно болеть, поэтому мы впадаем в застой, в плата, из которого очень сложно выйти. Поэтому, друзья, тренируясь по принципу периодизации, вы будете не только улучшать и сохранять свое здоровье, но ваши результаты от тренинга будут постоянно-постоянно расти, что не может не радовать. Спасибо Алине за видеоролик. Народ, привет! Меня зовут Алина. И в этом видео я поделюсь с вами своей тренировкой и расскажу о ее специфике. Но в первую очередь я хочу выразить благодарность одному человеку. Зовут его Егор Убанович. И именно с его подачи, а точнее благодаря его труду, его сайту, ютуб-каналу, я наконец-то пришла к грамотному подходу в составлении своих тренировок. Вот, например, вы знаете про периодизацию? А про то, что кардио в классическом его варианте противопоказано человеку, который натурально тренируется? Что истощает нашу центральную нервную систему? Именно вот эти чудо-блогерские диеты и полный морально-физический провал приведет питание в том роде, в котором нам его преподносят популярные паблики. Я искренне говорю про то, что именно у Егора нет этой воды. Все четко и все по теме. А самое главное – с пользой для нашего здоровья. На его сайте, но только лениво, не найдет информацию, которая ему необходима. И это, ребята, не реклама. Это бесценный совет, к которому я пришла путем долгого поиска. Все, что я буду говорить далее, исходит лишь из моего фундамента, построенного благодаря Heavy Metal Gym и непосредственно самому его автору, Егору Рубановичу. Итак, тренировка, показанная в этом видео, является одной из программ моего периодизационного цикла на медленные окислительные волокна. Называется она статодинамика. И специфика такова, что выполняется упражнение на мышечную группу с постоянным напряжением. Амплитуда движения ограничивается в среднем участке. В течение 30-40 секунд. Отдых между сериями от 5 до 10 минут. За исключением, если вы тренируете мышцы антагонисты или разные мышечные группы. К окончании упражнения вы должны чувствовать нестерпимое чувство жжения. Эта тренировка помогает развить не только силу, но и выносливость. И, как по мне, превосходно развивает нервно-мышечную связь, то бишь, ментальную концентрацию. Чтобы не быть голословной, я процитирую часть статьи Егора, где говорится о важности концентрации на тренировке. Называется она «100% усилий». Необходимо всегда помнить, так это то, что каждое повторение имеет значение. Каждый миллиметр амплитуды важен, и негативная часть ее, когда вы опускаете вес, имеет не меньшее, а даже большее значение, нежели позитивное, когда поднимаете вес. Пренебрегая контролируемым, осознанным напряжением мышц в момент негативной фазы, мы забираем у себя больше 50% отдачи от самого упражнения. Опускать вес нужно замедленно, как минимум в два раза медленнее, чем поднимаем. Тогда мы усиливаем отдачу от упражнения, снижаем риск травмы и получаем бонусом скорейший прогресс и в массе, и в силе. Также открытие и облегчение для меня было, что не нужно привязываться к дням недели. Вообще полный переворот сознания. Еще хочу добавить, что на все заданные адекватные вопросы Егор всегда отвечает. Человек открыт для общения и делает это бесплатно, просто потому, что, если так можно сказать, он является фанатом своего дела и знает его, что тоже немаловажно. Надеюсь, мое видео было полезным. Заходите, изучайте информацию на сайте Heavy Metal Gym, YouTube-канале и, конечно, я рада буду видеть вас у себя в Instagram. Всем прекрасного дня и крепкого здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok Бесплатно год персонального тренинга. Не забывайте в видеороликах рассказывать о СНИБе. Снимайте видео только горизонтальные. И напоминаю, что сейчас идет конкурс, когда вы можете снять свою тестовую тренировку. А такую тестовую тренировку необходимо производить абсолютно всем раз в полгода. Просто для того, чтобы узнать, грамотно ли вы тренируетесь, по правильной ли программе вы занимаетесь, есть ли у вас прогресс и результат. Если у вас в течение полугода ничего не изменяется, то нужно делать выводы. Нужно пересмотреть свое питание, пересмотреть свое восстановление, сон, отдых, достаточно ли вы пьете воды. И в первую очередь, конечно же, по какой программе вы занимаетесь. Не приводит ли она в перетренированность. Программа может быть подходящей, но если вы плохо питаетесь, недостаточно ночью спите, просто не восстанавливаетесь. Либо еще помимо силового тренинга занимаетесь в жизни тяжелым физическим или умственным трудом. Все это может быть причиной вашего отставания и отсутствия у вас прогресса от тренировок. И только так, с помощью тестов, вы можете отслеживать этот результат. Естественно, не забывайте фотографироваться раз в 2-3 недели, чтобы сравнивать свои фотографии. Не накапливаете ли вы жирка. Это нужно в первую очередь для того, чтобы отслеживать свое питание. И, конечно же, присылайте свои вопросы. Присылайте комментарии. Если вам нравятся видео, обязательно делитесь им в своих соцсетях. Это очень важно для меня, для канала. И пишите в комментариях, что понравилось, ставя лайк. Не стесняйтесь ставить дизлайк, если вам не понравилось видео. Но прошу вас, если хотите, чтобы канал улучшался, а вы не просто тролль и хейтер, пишите в комментарии конструктивную критику, что, почему не понравилось. Если вы не согласны с каким-то утверждением, не пишите просто, что это хрень. Потому что для меня такой комментарий хрень. А напишите, с чем вы не согласны, почему вы не согласны, и как должно быть, либо как есть. Спасибо, Алина, в очередной раз. Смотрите, девчонки, берите с нее пример. И поддержите и меня, и Алину лайками. Увидимся в следующий раз в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и позитива в этом заканчивающемся и в новом году. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok